МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси по футболу высшей лиги Мозырская славя на своем поле сыграла в ничью с Олигорским шахтером 1-1. Подопечные Юрия Пунтуса сейчас на 10-й позиции в табеле о рангах. В первой лиге состоялся 10-й тур. Футбольный клуб Гомель продлил свою победную серию до 9 матчей. В гости на центральный приезжала столичная торпеда. В заявке зелено-белых на игру не было Алексея Теслюка и Игоря Рожкова. Если к первому у тренерского штаба есть претензии, то второй заболел. И когда сможет появиться на поле, пока неизвестно. Футбол, который показывали команды, трудно назвать интересным. Наверное, сказалась жара, которая даже несмотря на довольно позднее начало матча не спадала. Большую часть первого тайма игра шла в центре поля. И к голу ближе были гости. Они сумели создать по меньшей мере два реальных момента у ворот хозяев. Так было до 42-й минуты. Гомзе справа пристрелил в штрафную, где мяч встретился с коленом Барсукова и влетел в ворота торпеда. 1-0. Второй тайм мало чем отличался от первого. Интригу создал защитник Гомеля Егор Трояков, получив на 61-й минуте вторую желтую и оставив свою команду в меньшинстве. Владимир Журавель залатал дыру в обороне заменой. Полузащитник Терещенко уступил место на поле защитнику Ижаковскому. Гости численный перевес использовать с пользой не смогли, а вот связка Гомза-Барсуков снова сработала. На 85-й минуте Гомза пасом отправил Барсукова в рейд к воротам соперника. Догнать форварда Гомеля защитники не смогли, а он не промахнулся, оформив дубль. Таким образом, Барсуков с семью забитыми мячами вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионата, а Гомель оформил девятую победу к ряду. «Поздравляю команду с очередной победой. Гомеля нужна выше, я думаю, как и нам тоже. Что сказать по игре? Мало времени было познакомиться со всеми досконально. Очень много проблем в игре и ошибки совершают детские. В чем я не могу отказать, так это в желании, в стремлении, но этого для достижения результата мало. Будем работать. Могу заверить, что команда «Торпеда» не на том месте будет, на котором сейчас находится. Будем поступательно подниматься вверх». «Самое главное, сегодня получилось добиться положительного результата. По самой игре начало неплохое, потом «Торпеда» периодически перехватывала инициативу. Это связано в первую очередь с нашими ошибками в передачах. То есть невынужденная потеря мяча в центре поля. Чем больше ты без мяча, в таких погодных условиях, конечно, не изматывают. Так сработали на результат. Хороший опыт для молодых ребят. Играв десятерон, я думаю, не обретает этот опыт необходимый». «Гомель Жилдор Транс» потерпел второе поражение подряд. Столичный луч, обыграв железнодорожников со счетом 3-1, сравнялся с ними по набранным очкам и сдвинул с третьего места. Светлогорский «Химик» со счетом 2-0 одолел Сморгони, расположился на восьмой позиции. В стане лидеров без изменений «Гомель» лидирует. Могилевский «Днепр» отстает на 3 балла. В копилке спортсменов «Гомельщины» прибавились две олимпийские лицензии. На прошедшем в Гродно чемпионате Беларуси по легкой атлетике Наталья Вяткина и Артем Бондаренко выполнили квалификационные нормативы в тройном прыжке. Некоторые шансы отобраться на предстоящую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро сохраняют наша Екатерина Ницветаева в Семиборье и Екатерина Хайрулина в эстафете 4 по 400. Все будет зависеть от выступления на чемпионате Европы, который состоится с 6 по 10 июля в Амстердаме. Уже точно на Олимпиаду из-за травм не отправятся десятиборцы Эдуард Михан и Андрей Кравченко. О других спортивных событиях в нашем обзоре далее. Десять наград завоевали белорусы на чемпионате Европы по гребле на байдарках Эканоя, который прошел в Москве. На счету подопечных Владимира Шантаровича три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Традиционный весомый вклад в копилку белорусской сборной внесли представители Гомельской области. Звание чемпионки Европы в байдарке-одиночке на дистанции 5 километров подтвердила Марина Литвинчук. Она же поучаствовала в завоевании серебра в четверке с Ольгой Худенко, Надеждой Лепешко и Маргаритой Махневой на олимпийской 500-метровке. Кроме того, в активе Марина Литвинчук две бронзы на 500 метрах в паре с Надеждой Лепешко и на спринтерской 200-метровке с Маргаритой Махневой. Бронзовую медаль также завоевал Роман Петрушенко в мужской байдарке-двойке с Виталием Белько на 500 метрах. Третье время в финале на 200-метровке показала и мазырянка Камила Бобр, но была дисквалифицирована после финиша. В общекомандном зачете сборная Беларуси заняла четвертое место. Первенствовали грибцы из Венгрии. Завершился пятый по счету чемпионат Беларуси по регби-7. Заключительный третий тур состоялся в Минске. Победителем этого этапа и всего турнира в целом стала команда Хоругла из столицы. Это третье чемпионство в копилке Минчан. Ранее они дважды выигрывали чемпионат под названием Вепри. Гомельская дружина Кватера стала второй в заключительном туре и в чемпионской гонке. Замкнули тройку призеров регбиста из Гродненской области. Лучшим бомбардиром чемпионата стал гомельчанин Александр Воробей. В Речице на днях случилось знаковое событие. Райцентр посетил русский Витязь. Известный российский боксер-профессионал Александр Поветкин. По приглашению военно-патриотического центра для призывной подготовки молодежи с Киев приехал в город, где встретился со своими поклонниками. Тяжеловес Александр Поветкин по прозвищу русский Витязь – чемпион Олимпийских игр. За время выступления на любительском ринге он провел 133 боя и уступил только в семи из них. Стал чемпионом мира. Профессиональная карьера боксера также складывается удачно. На его счету 30 побед и только одно поражение. С 2011 по 2013 Поветкин носил звание чемпиона мира в тяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации. В последнем бою, который состоялся в ноябре прошлого года, русский Витязь защитил титул серебряного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета. В Скифе спорт – важная часть воспитательного процесса. Дружба чемпиона с центром началась 4 года назад. Поветкин несколько раз планировал посетить Речицу, однако приехать получилось только сейчас. Он влияет на детей своим примером, своим примером трудоспособности, своими достижениями спортивными, своим талантом спортивным. Люди, дети, глядя на него, хотят повторить его спортивные подвиги. И я понял, что вот если Александр к нам тоже приедет, это тоже повлияет и на наших детей правильно. Они тоже, пообщаясь с ним, сфотографируясь с ним, выслушая от него какие-то советы, наставления, тоже, скорее всего, что уйдут с улиц, больше начнут заниматься спортом, подражать ему и делать свои победы, свои подвиги спортивные. Александр Поветкин познакомился с Речицей и посетил парк Победы, где возложил цветы к памятнику участникам локальных войн и военных конфликтов, а также ознакомился с экспозицией Музея воздушно-десантных войск и сил специальных операций. Конечно же, состоялась и встреча с болельщиками, в том числе и с учащимися центра Скиф. Чемпион охотно раздавал автографы и фотографировался. «Отличные впечатления. Спокойно, красиво, много интересного. Я благодарю, что Владимир нас пригласил. Я вообще считаю, что мужчина, мальчик, он будет мужчиной, все равно должен быть сильным, должен любить свою родину, быть патриотом своей родины. Владимир занимается с детьми, учит их, как любить свою родину, как быть сильными, как идти служить в армию, потому что это тоже очень большое, когда с детства ребенка растят и готовят его быть, ну, готовят к армии, можно сказать, готовят стать мужчиной». В Гомеле отметили День молодежи. Значимое место в программе празднований заняли и спортивные мероприятия. На площадке возле Дворца водных видов спорта соревновались паркурщики, роллеры и любители велосипедов BMX. На последнем видео остановимся подробнее. Велосипедисты-экстремалы разыграли награды открытого Кубка Гомеля. Соревнования собрали почти 30 райдеров со всей Беларуси. Организаторы подготовили специальную площадку с парапетом, препятствиями и трамплинами. Участников разделили на две группы в зависимости от степени подготовки – любители и профессионалы. Каждому давалась только одна минута, чтобы поразить жюри своим мастерством. «Мы оценивали по сложности трюков, по количеству и по качеству их исполнения. Уровень ребят растет каждый год. В этом году были очень крутые трюки». Зрители смогли увидеть и довольно сложные элементы. Сальто назад с разворотом на 180 градусов в Беларуси могут сделать немногие. Один из них – это райдер из Могилева Александр Фоминых. Говорит, главное при выполнении таких сложных элементов – победить страх. «Трюк довольно-таки технически сложный, но больше он страшный. То есть тут нужен моральный дух. Я рад, что у нас в стране такое происходит, потому что я катаюсь далеко не первый год, как бы седьмой год. И получается, ну у нас в стране редко проходят мероприятия, но радует то, что они вообще проходят. А в этом году вот это первый ивент, который прям зацепил». Пока определяли победителей среди велосипедистов, свое мастерство владения мотоциклом продемонстрировали стандрайдеры. По итогам недолгого совещания судьи лучшим среди профессионалов признали гомельчанина Антона Литовченко. Главная награда в категории «Любители» уехала в Лиду. И в продолжении темы уличного спорта. В лицее при Гомельском инженерном институте МЧС торжественно открыли площадку для занятий стритворкаутом. Это разновидность физкультурных занятий, когда все упражнения выполняются преимущественно на уличных конструкциях. Турниках, брусьях, горизонтальных и вертикальных лестницах. Еще молодое, но уже модное спортивное движение в Беларуси охватывает все большее количество последователей. И даже успела обзавестись собственной федерацией. Кстати, одни из самых успешных и опытных воркаутеров в нашей стране именно гомельчане. Подробности в следующем сюжете. В основе философии движения стритворкаут лежит идея о том, что возможности для тренировки можно найти в любом месте и в любое время. А разнообразие упражнений собственным весом позволяет подобрать нагрузку под любой уровень подготовки. Ребятам из лицея при институте МЧС про воркаут рассказывать не нужно. Сейчас условия для занятий у лицеистов отличные. На открытии площадки организаторы показали такое шоу, что желание заниматься возникло у многих. Простаивать оборудование точно не будет. Тем более, что часть философии воркаута заключается в том, что каждый его адепт может стать примером и помогать развиваться другим людям. Система уличных тренировок и консультаций воркаут все шире идет в массы, в том числе и в Гомеле. Местных воркаутеров коллеги считают одними из самых сильных в стране. Гомель является одним из самых сильных городов по стритворкауту. По крайней мере, судя по участникам, которые приезжают к нам на фестивали и чемпионаты из города Гомеля, это очень сильные ребята и Гомель очень хорошо готов в этом плане. Традиция размещать спортивные площадки с турниками, лестницами и другими конструкциями во дворах возле многоквартирных домов зародилась еще в СССР. Эта практика сохранилась и поныне, так что в целом базы для занятий хотя бы на первоначальном уровне в нашей стране хватает. Если вы хотите так же ловко научиться вертеться на брусьях, начать нужно с элементарного. Есть три базовых элемента – отжимания на тех же брусьях, отжимания от пола и подтягивания. Выполнять их нужно максимальное количество раз, пока тело достаточно не окрепнет. Затем можно переходить к более сложным элементам. Просто начать тренироваться. Чтобы просто что-то получалось, нужно в первую очередь начать. И все. А успех он будет по-любому, потому что каждый человек, который делает, он достигает успеха. Единой классификации воркаута еще не существует. Это неофициальный вид спорта, поэтому и трактовки встречаются разные. Но суть это не меняет, как и пользы от развития данного направления. Доступность и внушительные результаты, которых достигают люди, посвятившие себя этому занятию, делают стрит-воркаут все более популярным. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи.